Сейчас эту тему продолжим с экспертом военным. Экспертом с нами на связи Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Итак, мы уже знаем, доверяем, конечно же, в первую очередь цифрам генерального штаба, который сообщает о том, что более 50 тысяч человек уже погибло личного состава российских военнослужащих. Только что, вот буквально были озвучены цифры еще от 70 до 80 тысяч, например, цифры Бена Уоллеса, который приводит свои данные. Скажите, на самом деле цифра может серьезно отличаться в большую сторону, так как учитывать нужно и пленных, и тяжело раненых, и легко раненых, те, кто не может принимать участие в боевых действиях. И, соответственно, еще нужно учитывать данные частных военных компаний, включены ли они в этот список? Да, совершенно верно. И в этом контексте сообщение британского министра обороны, оно более корректно. Потому как мы совершенно очевидно должны учитывать еще два фактора. Помимо участников и бойцов, наемников частных военных компаний, в этот список российских потерь вряд ли включает российские статисты потери из числа так называемых первых и вторых армейских корпусов. Фактически это жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Там потери идут без счета. А с учетом того, что россияне используют эти подразделения, подразделения первого и второго армейского корпуса в качестве штурмовых групп, то есть фактически выкидает на убой, лечит состав без соответствующей экипировки, без соответствующей подготовки, то и потери там зашкаливает. Оттуда еще один важный фактор, который мы с вами должны учитывать, колоссальные санитарные потери. Потому как уровень медицинского обеспечения действий российских оккупантов не настолько серьезный и эффективный, как то в украинских силах обороны. Поэтому потери, скажем так, общепринятые. Это считается, что на одного погибшего части подразделения имеет минимум трех раненых. Думаю, касательно российских оккупационных войск, эта опция не работает. Скорее всего, на одного погибшего приходится максимум дворя раненых, а может быть даже и меньше. Не про события непосредственно на поле боя. Мы сейчас поговорим про потери. А вообще вот есть информация, что дальше происходит? 50 тысяч – это немаленькая сумма. И количество за день – это тоже за сутки. Немаленькое количество людей, которые на поле боя. Что происходит с телами? Их забирают свои же? Или они остаются до какого-то времени? Если есть такая информация, вы можете поделиться с нами? Обратите внимание, если украинские силы обороны постоянно заявляют информацию о телах с российскими оккупантами, то в российских пабликах такой информации нет совсем. И в принципе, крайний раз, когда мы слышали информацию по российским потерям от российских официальных лиц, эта информация о конце марта всего года. С как пор тишина и спокойствие, или что-то по очень таким относительным данным мы можем оценивать ту публичную информацию, которая распространяется по российским пабликам. Я лишь повторюсь, что официальная информация по российским потерям нет. Поэтому думаю, что в этом контексте россияне не очень-то и занимаются этим вопросом, вопросом возвращения дел своих погибших, потому что это влечет в соответствующую организационную проблему, финансовую проблему. Много проще считать тех, кто верит российских солдат пропавшим в бедрости, а значит, все они не могут рассчитывать на соответствующую финансовую компенсацию. Поэтому тела российских оккупантов, которые находятся на тех территориях, что под контролем украинских сил обороны, в рамках санитарных мероприятий закапываются в могилах, фиксируются соответствующим образом. Если есть возможность эвакуировать тела для дальнейшего охранения с целью передачи российской стороне, эти мероприятия проводятся. Есть соответствующие организации, структуры в составе вооруженных сил Украины и индекс сил обороны. То есть они этими вопросами занимаются. Но мы должны понимать, что интенсивность боев на разных участках фронта, практически 1300 километров российского украинского фронта сейчас всюду пылает. Поэтому не всегда есть возможность оперативно проводить такого рода санитарные мероприятия. Понятно, что акцент в первую очередь в этом смысле делается на эвакуацию погибших и раненых украинских воинов, а по вражеским солдатам нам мероприятия проводятся по мере возможностей. Владислав, про то, как заканчивается техника у российских военных. Мы знаем, что определенная ставка российской армии делалась как раз на танки, на танковую силу, потому что броня крепкая и танки наши быстрые. И так уж повелось со времен Второй мировой войны, что к танкам какой-то особый трепет у Российской Федерации. Я смотрю, что официально до начала вторжения в вооруженных силах России было 3300 танков. Если сейчас уже в Украине уничтожено 2097, то есть фактически 2100, это уже точно более 60%. А меня интересует дальше что? На что они будут делать упор? Когда мы в Украине увидим легендарный Т-34? Я думаю, что нам не стоит по этому поводу иронизировать. На самом деле ситуация такова, что россияне будут в скором времени вынуждены снимать недороговременное охранение технику образцов 52-х минувшего столетия. Потому что бой они уже отправляют в Т-6 и 72. Это, собственно говоря, продолжение той линии танков Т-55, а те самые Т-55 как раз после Второй мировой войны не произведутся в Советском Союзе. Поэтому не следует иронизировать по этому поводу. Не удивлюсь, если в ближайшем конструктиве мы увидим в том числе и легендарную Т-34. Но опять же, в этом контексте работы, как обычно, добавятся украинским противотанкистам. И Энлавы, и Джовелины, и Панцерпаус, так сказать, украинские силы обороны получают в достаточном количестве. Надеясь, что очередное заседание в рамках Рамштайна принесет нам дополнительные ресурсы именно по части противотанковых средств. Опять же, многие специалисты считают, что украинская армия на сегодняшний день является самой насыщенной по количеству противотанковых средств. И ежедневная слотка, которую мы видим от Украинского генерального штаба, тому и есть подтверждение. Десятки, буквально десятки единиц бронетехники, в том числе танков ежесуточно уничтожаются украинскими военными. Сокращение количества техники боевой российской армии, вы сказали, а вот что касается боеприпасов, какая ситуация сейчас у российской армии с ними, учитывая, что из последней информации то и с ракетами не так все хорошо. Но если с ракетами не так все хорошо, то что это за тактика интересная российской армии просто выбрасывать их, я так понимаю, хаотично, потому что по сводкам, которые мы получаем, они попадают в случайные места или все-таки есть какие-то определенные целевые направления этих ракет. Понятное дело, что это гражданская инфраструктура по сводкам, но тем не менее, это же дорогущие ракеты, но попадают они, вот видите, вот мы сегодня говорили сейчас, вот не Мишлянский район, одна ракета попала в землю, вторая в двухэтажный дом. Это хаотическое от... Слово забыла, я прошу прощения. Я вас... От безысходности, да, я, ну, может быть, не... Нет, ситуация вовсе не упирается в вопросы безысходности, ситуация связана с реализацией этого самого худенского плана, плана ракетного террора. Если мы с вами посмотрим по статистику применения тех самых трех с половиной тысяч ракет, которые за последние шесть месяцев Россия использовала против украинских сил обороны, против Украины, то фактически 19 из 20 ракет прилетает по объектам, которые никакого отношения к украинским силам обороны не имеют. Это жилые дома, это образовательные центры, это медицинские центры, это культурные центры, и лишь одна из 20 ракет приходится по объектам критической инфраструктуры или по военным объектам. Чисто видим, мы наблюдаем с вами ракетный террор, с помощью которого Путин пытается заставить высшего военно-портического руководства нашей страны, согласиться на определенные уступки, на аутимативные условия со стороны российской армии. Соответственно, при таких условиях никаких переговорных процессов идти и речи не может, но Путин старается. Стараются его генералы, убивая при этом мирных жителей нашей страны, стариков, женщин, детей. И в этом контексте именно ракетный террор будет продолжаться и далее. По мнению многих экспертов, он завершился лишь только в момент окончания активных боевых действий. Что же касается снарядного голода, который в настоящее время в некоторой степени испытывают российские оккупанты, я тут достаточно осторожен в оценках, потому как мы понимаем, что кто-то сейчас российский оборонный промышленный корпус способен произвести порядка 4,5 тысяч снарядов в сутки, а используют россияне от 20 до 60 тысяч снарядов. Поэтому все запасы российских артиллерийских складов, которые были сформированы еще со времен Советского Союза, в определенной степени истощаются. Но, опять же, мы видим, что российские эмиссары пытаются взаимодействовать со своими северокорейскими коллегами, пытаются закупить как минимум 1 миллион снарядов артиллерийским системам 152 калибра. Не готов говорить, насколько успешен будет этот проект, но, тем не менее, контр-батарейная борьба, которая реализовывает украинские силы обороны в рамках обороны, соответственно, и контрнаступательные действия, это очень важная опция, которая позволяет нам а. уничтожать огневые средства противника, и б. уничтожать склады хранения боеприпасов. Совершенно очевидно, все снаряды, которые взорвались на площадках хранения российские оккупанты, никогда не пролетят в нашу голову. Владислав, по поводу ракетного террора хотелось бы еще уточнить, еще в марте Соединенные Штаты заявляли о том, что планируют отключить Россию от GPS. Скажите, а какой системой GPS вообще на ведении сейчас пользуется Россия? Если это система GLONASS, то, насколько я знаю, она далеко не самая хорошая, мягко говоря. Также мне довелось прочитать, хочу вот с вами как со специалистом выяснить, что есть определенная частная компания американская, при помощи которой тоже запускаются российские ракеты. То есть используют оборудование этой частной компании, но Соединенные Штаты якобы замедляют данные GPS и ракеты становятся более уязвимыми для украинской ПВО. И также я читал, если я не ошибаюсь, наших специалистов, что процент точности запуска ракет российских составляет сейчас не более 33%. Да, совершенно очевидно, что россияне не в состоянии выдержать именно технологическую гонку в войне современного поколения, поэтому они используют иные площадки и ресурсы для того, чтобы иметь абсолютно точное ситуационное понимание поле боя. Обращаясь при этом к определенного рода смешникам, в том числе, и до недавнего они активно использовали кейс коллективного запада. Работают санкции, к технологиям, к информации россияне имеют в определенной степени ограничены. Соответственно, в некоторой степени и российские артиллеристы слепают. Но мы видим, насколько активизировали россияне ту самую связку, которая позволяет им быть максимально эффективными. Это, с одной стороны, БПЛА. В первую очередь используют БПЛА практического уровня класса Орлан-10 для того, чтобы снимать координаты украинских позиций от артиллерийских и по координатам наносить артиллерийские и ракетные удары. С другой стороны, мы видим, что они пытаются использовать и иные системы, в том числе, полученные от своих иранских партнеров. Но в этом контексте жаловаться на нас в углу наверное будет не совсем верным. Тут я думаю, что украинский генеральный штаб соответствующий крупной организации структуры будут ориентировать свою деятельность на то, чтобы создавать те самые условия по уничтожению ВПЛА в настоящее время есть вооружение у российской армии. Потому что совершенно очевидно, российская артиллерийская, которая не видит, куда стреляет, не видит результатов своей боевой работы, она свою эффективность теряет в разы. Техники, давайте вернемся к текущей ситуации. Это видно по всем средствам массовой информации и не только украинским, на западном, что все следят за тем, что происходит на херсонском направлении. И вот из той информации, которую можно озвучить, конечно, хотелось бы ваш комментарий, но в дополнение, с чем связан запрет, который озвучивает наш генштаб по поводу запрета по пересечению речки Днепр мостами и с помощью плавсредства. И вот тут дополняется информация, что если будет нарушен этот запрет, то оккупанты угрожают открывать огонь на поражение. Что это за тактический элемент, что происходит на херсонском направлении, насколько это угрожает местному населению в данный момент, в данной ситуации? Коллеги, во-первых, позвольте мне поддержать президента Афрена Верховного Главного Конституции Владимира Зеленского, который сказал вчера буквально следующее. Нам не следует акцентировать наше внимание только на одном участке 1400-километрового фронта. Наши воины мужественно сражаются и на Харьковском направлении, и на Запорожском направлении, и на Донецком направлении от Изюма до Красногоровки и Марьинки. И наше акцентирование внимания на южный фонстерм Российский Украинский фронт не совсем корректно по отношению к тем войнам, которые защищают наши выбежи на иных участках фронта. Что же касаемо непосредственно действия российских оккупатов, они пытаются максимально снизить работу украинской разведки, которая в режиме 24 на 7 передает данные о перемещении вражеской техники. Поэтому они пытаются отсечь от понтонного перебрав гражданское население Третьевской области, справедливо полагая, что среди них могут находиться украинские разведчики. Соответственно, сейчас россияне на пределе, на нервах и используют любые, в том числе репрессивные меры для того, чтобы ограничить доступ к гражданскому персоналу, к тем инженерным конструкциям, переправам, которые сейчас россияне используют для перемещения вооружения, техники, топлива. Ситуация для россиян в самом деле критична, потому как на правом берегу Днепра находится порядка 25 батальонов технических вдруг это огромное количество бронетехники, которые нужно заправлять, которые нужно проводить боеприпасы. И, соответственно, после повреждения четырех ключевых мостов, трех из них, которые соединяют левый, правый берег Днепра и, соответственно, Годаревский мост через речку Угулец, значительно, критично снизил уровень интенсивности логистических перевозок для российских оккупантов. Поэтому они нервничают и используют любую платформу, любую возможность для того, чтобы совершать эти самые перевозки и не позволить украинским разведчикам получать оперативную информацию по перемещению российских средств. Дмитрий Слав, дело в том, что мы прислуживаемся Генеральному штабу Вооруженных Силы Украины и осторожно спрашиваем по всем направлениям. Например, по Харьковскому направлению есть интересная информация по Балаклее. Из того, что можно озвучить, я бы попросил вас озвучить и еще по Харьковскому тогда, если позволить, я уточню, что я считал, что там настолько нарушена логистика и сообщения российской армии на юге, в частности, что элементарно там уже даже не хватает воды. То есть, когда можно будет говорить про полноценный котел на правом берегу? Ну и по Балаклее, конечно, хотелось бы услышать то, что можно услышать. Что касаемо правого берега Днепра, внешнего течения, так, об этом уже идет речь, что якобы россияне находятся в оперативном окружении, я предлагаю, все-таки подождать официальные сообщения от украинского генерального штаба. А то, что логистика серьезно затруднена и россияне в настоящее время используют только понтонные переправы для того, чтобы обеспечивать на самом необходимом российские действующие право берега Днепра, это уже очевидно для всех. И тем не менее, украинские силы обороны понадобятся по отдельным понтонным секциям, дабы не позволить перемещать любого статуса и уровня груза, которые необходимы для российских комбантов. Что же касается событий в проявлении на Харьковском направлении, безусловно, все мы слышали информацию про Балаклея в определенной степени секрет поле Шинеля, но тем не менее, давайте придерживаться информационной гигиены, и я поясню, почему украинский генеральный штаб настолько любая информация, которая может повредить системы украинских сил обороны, создать условия посетки для их гибели или получения ранений, это опасная информация. Мы помним все, что войну, которую развязала война, которая развивалась в 2014 году в нашей стране, она гибель. И информационная составляющая в этой войне очень значительная, и она бывает критична. Поэтому думаю, что в этом смысле нам следует придерживаться ключевых рекомендаций от украинских сил обороны и ориентироваться на сообщения от спикеров и штаба бенобороны иных составляющих сил обороны, потому что мы понимаем, только эта информация пронучить, с этой информацией можно будет работать, ее уже детализировать, уточнять, а пока идут активные боевые действия наступательного характера, давайте выдержим по самопаузу, мы, соответственно, будем верить украинских сил обороны в том, что те мероприятия, которые они проводят, они направлены на оккупацию нашей земли, на освобождение территории от противника. Владислав, вот поэтому я и говорю, что мы очень аккуратно спрашиваем по направлениям, там, например, ранее сообщал генштаб о том, что российские оккупационные войска не вели наступление на славянском направлении, но сейчас я попрошу вас не это прокомментировать, а задам вопрос еще по технике, что мы все знаем о беспилотниках, вы как раз говорили про Орланы и также читали информацию о том, что Иран продал Российской Федерации свои беспилотники и вот есть информация от военнослужащих, что ударные беспилотные летательные аппараты, которые несут достаточно много вооружений и нагрузка на этот беспилотник фактически втрое больше, чем у нашего Байрактара по заявкам производителя. Делать предварительные выводы, я понимаю, что еще рано, пока его мы не увидели в действии, но хотелось бы узнать, а насколько возможно его эффективно эти дроны эффективно сбивать и какая их главная нагрузка, потому что это может быть использовано либо для наведения, либо и для наведения, и для поражения целей. Ну давайте детализируем. БПЛА бывает разных типов. БПЛА, которые ведут аэрофоторазведку, БПЛА ударные, которые с помощью ракет, находящихся на подвесах или на крыльях БПЛА наносят точечные удары по вражеским элитам, и дроны камикадз. Соответственно, в зависимости от типа БПЛА они используются по соответствующей программе и по назначению. Что касаемо действий украинских сил обороны, в том числе и с целью контрдействий по тем новым типам БПЛА, поставки, которые либо уже состоялись, либо в дальнейшее время ожидается, в том числе от иранских производителей, совершенно очевидно, что тут нам нужно ориентироваться на усиление тактического уровня противо-воздушной обороны. Думаю, что в этом направлении наши специалисты работают очень четко с нашими западными партнерами, потому что есть целый ряд средств, которые позволяют работать с максимальной эффективностью вражеских дронов, средства и тактического уровня, и оперативно-тактического уровня, то есть средства, которые позволяют над полем боя держать небо-чисто. Мы с вами можем совершенно четко констатировать очевидный факт. Россияне, имея огромное количество и самолетов до 400 единиц, и вертолетов до 370 единиц в районе гусс-границы между Россией и Украиной, тем не менее, используют авиацию крайне осторожно. Во всякий раз, когда они применяют либо вертолеты, либо самолеты, они очень серьезно рискуют и несут потери по сводке предпринимательного штаба. Этот факт каждый раз подтверждает работа авиации российских оккупантов крайне осложняется эффективная работа с одной стороны украинских сил по отделу надушной обороны, а с другой стороны системы ПВО россиян, которые они пытаются также активно использовать в наших самолетах и авторитетах, они нивелируются с помощью современных ракет, поставленных нам в машинополитных партнеров по рамках по имени ступеночек. Благодарим вас за эти ответы. Мы понимаем, что нужно сохранять информационную гигиену, как вы справедливо сказали, однако пытаемся получать максимальное количество информации, которую можно получить. Военный эксперт Владислав Селезнев только что был с нами на связи.